приветствую вас домики для цитрусов сегодня будет пересадка пересадка моих некоторых прививок они уже подросли я покажу как они подросли и почему им нужна пересадка и еще один лимончик ему нужен другой больше горшочек хотя он в этом году уже был пересажен и расскажу почему нельзя пересаживать растение сразу в большие горшки потому что это чревато для наших растений и примерно какие горшки я использую и поделюсь своим опытом очень жарко уже потому мы спрятались в тенечек под большую грушу здесь солнце будет во второй половине дня как бы спрятались тенечка и вся пересадка будет здесь в тенечке и так мои растения вот мои прививочки белых горшочках вот этим саженцем этим саженцем всего лишь полтора года вот этот вот завязью они сейчас немного подвяли потому поскольку я подсушила им земляной ком мне же их нужно перевалить замену грунта мне делать не нужно мне их нужно только перевалить потому они были подсушены для более успешной перевалки эти растения я прививала в прошлом году зимой буквально там в первых числах января это растение голды вот они были привиты января как только были получены черенки есть ролик о том как я их пересаживаю из пакетов для рассады сеянцы росли в пакете для рассады я их там привила потом пересаживала в ролике это показывала я обязательно скинул ссылочку чтобы видели какие растения были и вот они уже за полтора года довольно таки хорошо подросли они были изначально пересажены в маленькие черные квадратные горшочки потом я их летом пересадила вот в такие беленькие горшки и вот поскольку крона большая уже горшки пересыхают быстро мне нужно тоже их пересадить лучшее нашим растениям увеличивать горшок постепенно сразу сажать их большой горшок нельзя потому как у вас будет большой объем грунта не заполненного корнями во первых сложности начинаются с поливом вы не знаете как поливать растение столько влаги не поглощает и начинаются проблемы из-за перелива в частых неправильный полив приводит к гибели растений то есть засушили растение погибает залили еще хуже если засушенные растения еще можно спасти она то может по листа падить но корни остаются живые всего лишь подсушены она быстрее адаптируется залитое же растение намного хуже адаптируется потому пересаживаем растения постепенно лучше это сделать два раза за сезон если это надо вот у меня здесь лимончик лимон мэйера вот этот вот он был получен вот недавно из испанского питомника и был в пакете с глиной я глину хорошо тряхнула и большой горшок корня мне был нужен почему вот хватало этого объема для той корневой системы которая у него была сейчас же он уже быстро пересыхает и крона у него хорошие листья он не сбрасывал при такой кардинальной пересадки даже завязи остались значит нужно уже увеличить ему горшок впереди еще целых два месяца лета и сентябрь как правило он теплый он еще успеет до зимы хорошо освоить грунт в большем горшке и не будет пересыхать быстро я его не закуплю пересушкой кроме того него была вот сломана ветка она была примут пополам вот так вот расколотая видать зацепили где-то и вот ветки разошлись его связали когда мне отправляли я еще дополнила ленточкой и смотрите тургор не потерялся завязи не потерялись то есть питание веточек было попозже размотаю они должны уже срастись были вот из такого горшочка мои растения приедет переедут вот в такой то есть свободно входит есть запас тем более этот горшочек вообще под конусом то есть сразу большие горшки для растений не нужны иначе будет залив будет слишком много свободного грунта вы не справитесь с поливом даже во всех питомниках горшки увеличивают постепенно нету там профессионал не профессионал я справлюсь все должно быть постепенно ой ой корней достаточно вот корни оплели я поставлю вот этот грунт протолкаю его вниз по краям добавлю нового свежего грунта и вся перевалка закончится на это то есть ничего мне лишнего делать не нужно бирочку и только не потерять и поставить на место чтобы не потерять какой-то сорт крестовый кроли растет то есть эти вот оголились корешочки по краешкам и они пойдут осваивать новый объем освоят они его быстро без каких-либо травм для самого растения и полив тоже будет хорошим я полю конечно же ради фарма вот чтобы корням было легче адаптироваться ко всем этим все-таки перевалка это тоже там стресс для растений хоть и небольшой но стресс и обильно полью крестовник надо хорошо пристроить вот всего лишь я с такого объема пересадила вот в такой это небольшая разница это нормальная разница если мне понадобится я лучше перевалю еще разочек но ни в коем случае не буду сидеть большой большой объем недавно был комментарий девочка прислала фотографии она купила маленькая большой лимон но в небольшом горшке горшок был наверное литров 7 и заводчик рекомендовал посадить сразу в 100 литровый горшок она его пересадила вот в 60 литровый и на начались проблемы с растением и еще если у вас балкон то этого вообще делать нельзя не нужен больше растениям большой объем у меня в зимнем саду самый большой объем это 45 литров и то в нем растет пассифлора и тот же объем горшочка переедет вот в этот горшок из которого только что выехал другое растение вот смотрите этого объема вполне будет достаточно для моего саженца это у меня мандарин то есть сразу нельзя пересаживать у меня в зимнем саду самый большой объем это 45 литров это в нем растет пассифлора пассифлора растет окиконяка воду хлыщет что верблюд смотрите корни хорошие за это времена росли пересыхает быстренько потому пора ему увеличить горшочек и вот этого объема предостаточно не садите сразу большие горшочки иначе это будет чревато заливами лучше если вы увидите что и крона подросла и он снова быстренько пересыхает пересадите еще раз чуть больше горшочек выращивать экзоты это довольно таки дело очень увлекательны очень интересны ну плюс есть свои нюансы например такие как частые пересадки частая смена горшочков для них лимон мейра же переедет в конечно же больший объем потому что еще впереди два месяца лета он спокойно успеет освоиться грунт у него очень быстро пересыхает и потом нету такого промежуточного горшка у меня чтобы был чуть больше чем этот черненький но чуть меньше чем коричневый ну и этого этого размера вполне достаточно это не слишком много вот всего лишь ладошка спокойно по кругу ходит чуть-чуть вниз грунта добавлю и естественно будет немного по краям грунт немножко ну горшка дренаж я не использую все как обычно от него один вред вот смотрите вот это все новые корни а были вот такие вот в глине то есть корневая система нарастает хорошо и быстро и он уже пересыхает потому такого объема для него будет как раз еще нужно но подсыпать мало будет глубоко так вот будет нормально и он пор падает и ему будет комфортно он не будет быстро пересыхать и успеет еще освоить чуть-чуть вот этот грунт я тоже зашкребу видите вот осталось еще глина не все прямо тряхнулась немного оставалось и при пересадке садки таких испанцев которые приходят в глиняном субстрате я глину не выкидываю всю я ее обязательно добавляю в свой субстрат для того чтобы не было какого-то сильного стресса для них и резкость смены грунта кардинальный потому как растения большие они растат выращиваются специально для садовников которые растят плантации цитрусовых это такой вот формат растений потому глину ту которая не приходит я оставляю и обязательно добавляю изначально глина была сейчас я уже ее добавлять не буду растения адаптировались и к грунту моим условиям больше она не нужна в глине очень много полезных питательных веществ единственный ее недостаток она очень тяжелая потому я ее не использую нигде только для испанцев и только для первого раза для первой пересадки мандарин танго вот он с маленьким плотиком есть несколько подгоревших листочков плотика и подгоревшие листочки у него в горшке растет им шанка и крестовник роули смотрите питание ему хватает у него такие вот упитанные бусины крестовник роули же цветет цветет он не примечательно всего лишь такими вот цветочками похожими похожими на одуванчик но плеть выросла уже хорошая я ее конечно могу повредить но сейчас посмотрим как получится амшанку я буду удалять потому она она уже насеялась и попозже прорастет молодыми молодыми растениями или сейчас попробуем перевалить переедет он тоже вот такой коричневый горшок то есть небольшой ему сейчас больше и не нужно этого объема будет достаточно насыпаем на дно немножко грунта корней предостаточно быстренько пересыхает да и не повредим даже по краюшкам осыпем грунт и добавим свеженького вот такая у меня перевалочка сегодня произошла потому используйте самые обычные самые простые горшки с хорошими дренажными отверстиями не нужны там какие-то финти персовые потому что у нас плодовая экзотика они растут хорошо и быстро они должны так расти они не могут расти маленькими они не могут быть хиленькими это не фиалки это не вечная зелень которая может сидеть долго в декоративных горшках и ее не нужно пересаживать наши плодовые растения требуют пересадки и довольно таки частой потому выберите для себя оптимальный вариант горшках чтобы можно было его если у вас там в интерьере должно быть что можно было это уже фирму эту же марку дальше увеличивать это обязательно должен быть там самый простой с хорошими дренажными отверстиями без всяких там заморочек автополивов и прочей алабуды которая сейчас модно и актуально можете подсадить к ним рисовник крисовник роулем шанку трансисканцию они помогут справиться вам с поливом если вдруг вы заливаете вот и очень декоративно смотрится декоративный эффектно смотрится и лучше растение пересадить чаще чем посадить сразу большой горшок особенно это если у вас балкон потому как в балконе есть уровень на котором находится подоконник и большой горшок он как правило остается на полу на него не попадает солнечный свет дневной свет и если вы еще там за декорируете чем-то вот девочка писала что она пересадила в 60 литровый горшок сверху наложила камешков потому что у нее есть карты в доме 7 литров в 60 литров это очень много и плюс еще и мульча из камней это вообще губительно для растения грунт всегда остается мокрым проблемы с поливом когда его поливать неизвестно плюс смена условий для лимона и лимон из-за из-за этого страдает его конечно нужно было повернуть в горшочек поменьше и убрать убрать из него всякое мульчирование кору камень декоративный что угодно вы там можете положить потом все это нужно убирать грунт на поверхности должен быть оставаться чистым для того чтобы вы могли проверить влажный он не влажно он сухой не сухой проверять это тоже только пальцами для этого у нас есть две руки все эти приборы они к сожалению показывают неправильно неправильно и не нужно с ними заморачиваться потому что вы должны научиться чувствовать ваши растения вы их поливаете вы с ними общаетесь вы чувствуете их растете и живете в гармонии растите ваши цитрусы нет ничего сложного выращивание плодовые экзотики всего лишь нужно соблюсти несколько правил это правильный полив и во время пересадка с нужным размерчиком горшочка то есть не злоупотребляйте большим объемом горшка и грунта пересаживайте постепенно лучше это сделать два раза за сезон чем сразу его жажахнуть большой и залить ему некомпортно и вы переживаете так что ничего сложного здесь нет простите наслаждайтесь своей зеленью вкусными плодами домашние плоды всегда вкусные намного вкуснее чем магазинные сегодня у нас пятница ролик будет же сегодня же а воскресенье в 20.00 будет прямой эфир все отдохнут кто вернется с морей кто там на даче упашется самое время выпить чаёчку ну или что вы там любите в жару и сесть за компьютер и проведем прямой эфир и поболтаем так что до воскресенья оставляйте комментарии добавляйтесь друзья фейсбуке обязательно пишите в группу фейсбуке все всех люблю внимаю пока